Казань Журналисты стали даже свидетелями рождения ребенка. Они своими глазами увидели, как происходит операция, при которой врачи извлекают новорожденного через разрез на матке матери. На часах ровно 10-10 врач информирует. Поздравляем, мальчик. Врач не должен быть добрым. К сожалению, это не черта. Но врач должен быть обязательно сочувствующим и отзывчивым. Вот если врач сочувствует больному, тогда женщины отзываются на это. Потому что любой больной хочет, чтобы его поняли, выслушали и посочувствовали. У каждой профессии есть свои приметы. Так и акушер-гинекологи верят, что если 1 января рождаются девочки, то это, к счастью, в новом году. А если мальчики, то к миру. У меня с детства была мечта стать акушер-гинекологом. И я поступала в медицинский институт. Я уже знала, что я хочу быть именно акушер-гинекологом. Я очень люблю свою профессию. И ни разу не пожалела, что я ее выбрала. Журналисты побывали в хирургическом подразделении, увидели вживую, как проходят операции, смогли задать врачам все интересующие вопросы. Во время осмотра различных отделений клиники студенты Выше школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ заглянули на занятия студентов-медиков. Во время пресс-туры студенты-журналисты посетили отделение с современными приборами и оборудованием. И даже смогли побывать там, куда обычным людям вход строго воспрещен. Самый основной акцент нашего учреждения не медико-санитарной части, а именно отделение расположенных в этом здании. Акцент делается на оказании экстренной неотложной медицинской помощи. Не зря говорят, что журналистика – это профессия, которая вмещает в себя множество других профессий. Сегодня студенты-журналисты смогли побывать в образе врачей. И кто знает, какую роль им придется примерить в следующий раз – роль повара, ветеринара или космонавта. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюс.